Как можно зарабатывать на биткоинах, если курс просел? Нужно зарегистрироваться на бирже и уметь торговать, вовремя купить и продать. Ну а если вы не хотите заморачиваться с криптовалютами, для этого есть сервис Start.com. С их помощью можно заработать деньги, не вкладываясь в криптовалюту. Все детали в описании по ссылке под этим видео. Семен Панда! Прям там за моей спиной, сейчас буду брать у него интервью. Хочу на самом деле напроситься к нему в гости в Лос-Анджелес, потренироваться с ним вместе. Посмотрим, что он на это скажет. Привет. Давно не виделись. Спортфаза? Помнишь, да? Да, конечно, помню, бро. Можно подняться? Да, давай. Как дела? Все отлично. Рад тебя видеть снова. Взаимно. Похоже, что в первый день выставки обычно, я помню, к тебе сотни людей стоят прям. А сегодня не так много, но это, видимо, из-за того, что начало. Да, это будет сумасшедший уикенд, я уверен. В первый день немного такой тихий, и это нормально, потому что я знаю, что меня ждет. Пусть будет так сегодня пока. Так ты переехал в Лос-Анджелес, да? Да. И мы все видели твой Макларен, кстати. Ты как, получаешь кайф от него? Да, конечно, фантастическая машина. И это лучшее место для того, чтобы на ней ездить. Там очень много открытых дорог, так что... Так что в ЛА это то, что нужно. Ты участвуешь в гонках. Я был на трассе, не гонял, но несколько кругов сделал. Это было удивительно. Почувствовал, на что она способна. Круто было. Так ты прям разогнался? Прям педаль в пол? Да, мужик, я же на трассе был. Какая была скорость? Максимальная, по-моему, 230 км в час. Но только из-за того, что дорога закончилась. Ну, ускорение ты почувствовал? Да, да, очень мощная. И еще две передачи оставалось. Так что? Круто. Так что там с твоим переездом? Ты прям окончательно переехал? Насовсем? Пока нет. Я обустраиваюсь там, я расширяюсь, расширяю свой бизнес, свою карьеру. Так что я буду там какое-то время и буду стараться, чтобы все завелось. То есть во многом это связано с твоей линейкой одежды, с добавками, с тем, чтобы укрепить там свой бизнес. Бизнес, да, но это было легко. Наладить распространение для моего бренда было несложно. Вот актерство, это главная причина, почему я туда поехал. И это отличное место для того, чтобы это делать. Надеюсь, что все получится. А где ты обычно тренируешься? Голдс Джим. Голдс Джим Венис. Легендарный зал? Да, тот самый в 10 минутах от меня. Лучший зал, пожалуй. Вероятно, жилье ты специально искал, так, поближе к залу, да? Да, конечно. Конечно. Пешком прям можно пройти? Нет, не пешком. Разве что ты кардио хочешь сделать, идти довольно долго. Но вообще каждый раз, когда я прилетал в ЛА, я всегда искал жилье в одном районе, поближе к Голдс Джим Венис. Поэтому я там и поселился. В том районе я просто ориентируюсь. Я не уверен, помнишь ли ты, но последний раз, когда Юлисис прилетал в Москву, он позвонил тебе, вернее, написал в WhatsApp. Да, 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 помню. И он говорил тебе, что я искал тебя. Потом мы списались, и ты сказал, что я могу приехать и снять коллаборацию. Это все еще в теме? Да. Да, конечно. Как насчет того, чтобы мы где-то через месяц прилетели, или любая дата, как ты скажешь. Главное, чтобы я был там. Мы всегда можем что-нибудь снять вместе. Я постоянно летаю, просто... Слушай, ну я взял с тебя слово. Много людей сейчас смотрит, так что тебе не соскочить. Да я и не собирался соскакивать. Хорошо, Сим, может ты сам хотел что-то сказать? Привет всем, кто смотрит меня на твоем канале. Спасибо тебе за то, что ты переводишь мои видео на язык, который они понимают. Это нужная штука. Ты доносишь мой месседж большему количеству людей, так что это здорово. Хорошо, мужик, спасибо тебе за твое время. Надеюсь, я тебя не спугнул. Пиши в любое время, я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова